Друзья, всем привет! Это Илья, компания Американский визовый центр «Атлант». Сегодня мы здесь для того, чтобы ответить на ваши вопросы с нашей группы в Facebook и с нашего сайта usaidifizviza.com. Вопросы связаны с категорией виз, какую категорию визы применить и как ваши цели зависят от... Вернее, как ваша категория виза зависит от вашей цели. Вот. Значит, в центре доски я напишу слово «цель», и от нее мы будем идти к вашей категории. Значит, визы у нас бывают не иммиграционные. Визы у нас бывают иммиграционные. И другое. Это право на объезд Соединенные Штаты под каким-либо статусом, под особым статусом. Вот, например, ваша цель. Вы хотите поехать в Соединенные Штаты, потому что у вас есть американская мечта, вы хотите найти партнеров, вы хотите найти инвесторов для того, чтобы успешно развиваться в Соединенных Штатах. Да, это созидательная цель поездки плюсовая. Вот. Теперь вам нужно выбрать категорию виза. Ну, допустим, это может быть категория визы B. B1. Виза B1 подразумевает поездку в США для поиска партнеров, для поиска инвестиций и так далее. То есть это туризм плюс деловая поездка. Например, для граждан Киргизии, для граждан Армении, Грузии, Беларуси есть право на въездку визе Е2. То есть это аналог визы EB5 для крупных предпринимателей. Второй вариант, вот, 500 тысяч долларов. Это виза иммиграционная. В данном случае это виза для малого бизнеса. Ваш бизнес, покупка этого бизнеса может начинаться там от 5 тысяч долларов и выше. Никакого лимита по суммам нет. Но получив эту визу, вы можете спокойно развивать свой бизнес, въезжать, выезжать в Соединенные Штаты Америки. Достаточно интересная виза и подходит она только для определенных стран. Вот. Виза Е2. Вот. Ну, например, вы хотите поехать в США, чтобы организовать бизнес, у вас есть два варианта. Либо виза B1, либо Е2. Вы выбираете, какую визу для себя взять. Вот. И в данном случае, например, если бы я выбирал, я бы выбрал себе визу Е2, заказал бы услугу нашей компании по поиску бизнеса, а в Соединенных Штатах вам подобрали бы какой-то бизнес. Там это может быть кафе, мойка, какой-то цех, все что угодно, магазин и так далее. Вот. Наш специалист туда поехал, сделал видео, пообщался бы с собственником, мы бы вам организовали онлайн-конференцию, вы бы пообщались, задали вопросы и так далее. Вот. Ну, например, вы хотите поехать по иммиграционной визе и дополнительно еще поучиться английскому языку, например. Это виза F1. То есть вы приезжаете в США в школу, учите английский язык и при этом еще можете спокойно заниматься своим бизнесом, находиться в Штатах год, потом эту визу можно продлить, так это можно делать каждый год, а потом в дальнейшем получить грин-карту. Такая схема тоже есть, она работает. Вот. Вот, например, вы хотите делать все то же самое, но у вас очень хороший английский язык. Ну, смысл тогда себе брать не иммиграционную визу, вы можете спокойно себе заказать иммиграционную визу. Для этого нужно найти работодателя. Есть у нас такая услуга, называется Job Offer. Вот. Под эту услугу вам ищется работодатель. Мы с ним связываемся, договариваемся. Дальше подключается адвокат на той стороне в Соединенных Штатах, готовит контракт. Вы проходите интервью на английском языке в посольстве в консульском деле своей страны. Мы вас тоже к этому готовим. Но получить визу иммиграционную, когда у вас пакет документов готов, ну, легче, чем не иммиграционную визу. Вот. То есть это можно сделать. Допустим, иммиграционная виза L1, L2. У вас есть бизнес, или вы работаете в компании в своей стране, и у компании есть филиал в США. То есть вы можете спокойно перейти из своей компании основной в филиал в США, при этом перевести свою семью по визе L2. Эта виза дает право в дальнейшем получить грин-карту. То есть такой вариант тоже есть. Вот теперь, что относится к другому. Допустим, другая ситуация. То есть вы едете в Соединенные Штаты, потому что столкнулись с проблемами в своей стране. Это могут быть проблемы в политической части, в религиозной, либо в сексуальной ориентации. То есть ваше жизни и здоровье угрожает опасность. Есть какие-либо притяжения со стороны третьих лиц, есть угрозы, есть дискриминации и так далее. Вы можете воспользоваться правом особого статуса. То есть это статус пароля в общественных интересах. То есть вы готовили кейс под вас, где описываем вашу ситуацию согласно американскому законодательству, показываем, что были притеснения в той или иной части. Вы идете в свое посольство, подаете на статус беженца. Если квота, это 10 тысяч человек в год, не заполнена, то вы получите сразу статус беженца. Если квота уже заполнена, то вы получаете статус пароля и по этому статусу вы въезжаете в Соединенные Штаты. Следующий момент, если, допустим, у вас проблемы со здоровьем, и вы хотите въехать в Соединенные Штаты без визы, это будет тот же самый пароль, только гуманитарный. То есть по гуманитарному паролю вы имеете право въезда в Соединенные Штаты без визы для того, чтобы, например, воссоединиться со своей семьей, если речь идет о негуманном разлучении членов семьи, либо по медицинской части, например, лечить здоровье в клинике в Соединенных Штатах. Такая программа тоже есть, и она работает. Либо получить сразу статус беженца. Ну, например, допустим, человек у нас вот в этой плоскости, у него есть проблемы, он бежит от кого-то, у него действительно, его жизни и здоровье угрожают опасность, а он себе спокойненько приезжает и решает вопрос, давай я сделаю неиммиграционную визу, и начинает заниматься неиммиграционной визой туристической. У него в глазах страх, но при этом он хочет себе получить туристическую визу. Но для чего смысл? Во-первых, для чего нужно тратить деньги на эту визу, консульский сбор и так далее, приехать в Соединенные Штаты и опять же там подавать на статус пароля. То есть, ну, в данном случае это будет политическое убежище уже в стране. Ждать полтора года, когда вы окажетесь на интервью и так далее, но для этого нужно пройти еще вот этот путь. Неиммиграционные визы. Зачем, если вы можете сделать все то же самое в своей стране? То есть, важно понимать цели. То есть, почему вы едете в Соединенные Штаты? В следующих наших видеороликах мы более детально разберем неиммиграционные визы, неиммиграционные визы и особый статус, по которому вы можете въехать в Соединенные Штаты. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт usadefisvisa.com и в нашу группу в Facebook. Всем всего доброго!